Татьяна Клопчук. Музыка для овечки. Однажды маленькая овечка услышала соловья. Он пел, а кузнечик играл ему на трещотке. Тем вечером она не смогла сомкнуть глаз. Как это прекрасно, думала овечка, я тоже хочу стать музыкантом. Едва рассвело, она отправилась воплощать свою мечту. Кузнечик, ты не мог бы одолжить мне трещотку, спросила она. Я очень хочу научиться играть на каком-нибудь музыкальном инструменте. Извини, ответил кузнечик, не могу. Эта трещотка приделана к моей ноге. Я с ней родился. Может быть, слон тебе поможет? Я слышал, как он трубит в трубу. Дорогой слон, попросила овечка, научи меня, пожалуйста, играть на трубе, как ты. Я бы с радостью покачал головой слон, но моя труба это хобот, а у тебя его нет. Может, барабан тебе подойдет? Слышишь стук? Это дятел, попроси, пусть он тебя научит. С удовольствием научил, сказал дятел. Это очень просто. Отводишь голову назад, потом стук по дереву клювом. Стук, стук, стук. Но ведь у меня нет клюва, всхлипнула овечка, уселась в траву. Неужели моя мечта никогда не сбудется? Кап-кап потекли по щекам слезки. В это время девочка Катюша собирала цветы на лугу. Хлюп, хлюп, услышала она и побежала посмотреть, кто это плачет. Кто тебя обидел? спросила девочку овечки. Моя мечта, громко зарадала овечка, она не сбудется, потому что у меня нет музыкального инструмента. Я так хочу быть музыкантом. Не плачь, сказала Катюша и протянула овечке цветок. Вот, возьми колокольчик. Не хочу колокольчик, затопала ножками овечка. Хочу музыкальный инструмент. Катюша поднесла колокольчик прямо к овечкиному уху и легонько потрясла. Динь-динь, зазвенел колокольчик. Овечка тут же вскочила, слезки ее мгновенно высохли, да она же сидит на лугу полном музыкальных инструментов. Спасибо, обняла овечка Катюшу и помчалась учиться. Очень скоро она стала таким замечательным музыкантом, что сам Соловей прилетает ее послушать. С вами была Анна Куркова. До встречи!